Да, значит, у меня тема «Сумеречный язык в поэзии томийских ситхов». Было очень интересно послушать сегодня сообщение о бенгальских паулах, потому что мне кажется, что есть что-то общее у этих традиций. Значит, что можно сказать про томийских ситхов сейчас? Если вы приедете в Тамилнаду, то это такая очень распространенная форма медицинской практики. Современные тамильские ситхи, они все то, что называется «ситхалайтер» стали. То есть врачи, ну, так сказать, традиционной альтернативной медицины, которая именно в Тамилнаде, она, ну, можно сказать, в значительной степени вытесняет Юрведу. То есть там, вот именно практика в Тамилнской ситхомедицины в Тамилнаде больше. И это такая, значит, очень распространенная вещь. Причем именно можно сказать, что индейское государство как-то этому содействует. Да, там такая политика, что государство пытается регулировать все практики альтернативной медицины. Было создано специальное министерство Аюш, которое заведует Аюрведой, йогой, Унани, ситха-медициной, гомеопатией и натуропатией сейчас. Вот, то есть таким образом, допустим, можно получить диплом государственного образца, отучившись там не как традиционно в гуру-кульной какой-то системе, а можно вот получить диплом ситха в Айтияра государственного, да, то есть стать ситхом, так сказать, отучившись. Вот, но при этом, да, при этом надо сказать, что это очевидным образом такое, как бы, развитие традиции, которая, ну, раньше была очень синкретичной, потому что ситхи занимались разными вещами, они занимались, если мы говорим уже о средневековых ситхах, то они занимались, прежде всего, йогой, какой-то такой похожей на тантрическую практикой, они занимались медициной, действительно, то есть это был такой, какой, один из аспектов этой деятельности, да, причем, ну, вот именно медицину, как бы, практически все исследователи, которые об этом пишут, что, ну, в общем, это, на самом деле, местный отросток аюрведа, то, что практикуют таминские ситхи, вот, но таминские ситхи, ну, причем там, это очень заметно, то, что там аюрведическая, ну, терминология встречается и так далее, но таминские ситхи, наоборот, считают, что это аюрведисты, они выкрали, значит, какие-то древние манускрипты, и, наоборот, то есть аюрведы являются ответвлением медицины таминских ситхов древних, значит, ну, это действительно, значит, связано с тем, что такая произошла еще трансформация современная, ситхи про себя говорят, что они именно таминские ситхи, и это вот было заметно, что, как бы, сами идеи этих, этой группы, они были еще связаны в 20 веке с идеями таминского, такого возрождения, национализма таминского, то есть для них сейчас это стала важной, такая вот национальная идентичность, она очень важна в том, что они говорят, да, то есть они говорят, что они возрождают древние таминские, значит, какие-то лечебные практики и так далее, вот, но средневековые ситхи, это вот скорее действительно такая синкретичная практика, это поэта, и сейчас этого практически нет, то есть когда мы говорим про современных ситхов, вот в отличие от баулов, да, то есть мы говорим, что это врачи, то есть вот профессионализация этого движения пошла в сторону врачей и йога-тичера, вот, в России сейчас таминские ситхи, кстати, очень популярны, приезжают индийские учителя, которые преподают йогу, которые практикуют вот эту медицину таминских ситхов, и, соответственно, у них огромное количество учеников, учеников, которые хотят, значит, постигать эту традицию, у меня, как бы, достаточно много я преподаю этим ученикам таминский язык, потому что им нужно, вот, значит, это читать, им это все интересно, в этом смысле это не мы изучаем ситх, а ситхи к нам пришли, потому что тут действительно очень много, ну, так вот, очень интересно происходит, вот, но, значит, когда мы говорим про средневековых, то там, в общем, речь идет о том, что основной корпус, это называется поэзией 18 ситхов, по-динэн-ситхов, по-тамински, причем число абсолютно условное, потому что, на самом деле, таминские ситхи, это корпус, наверное, около 100, может быть, 120 авторов, вот таких с 13 по 18 век, да, но при этом само число 17, оно очень важное в индийской традиции, в частности, просто другие корпусы текстов литературно-таминских связаны с числом 18, например, в древней литературе санги образуют корпусы за 18 произведений, потом, так называемые, по-динэн-мээль-канака, вот, ну, как бы, один корпус из 18 текстов, второй корпус, по-динэн-киэль-канаке, такая дидактическая в основном поэзия, тоже 18 антологий образует, ну, и поэтому можно предположить, что число 18 просто имеет значение само по себе, причем видят современные ситхи в этом некое противоречие, что, как бы, на самом деле, даже можно сказать, что канон в каком-то смысле до сих пор открыт, то есть какие-то новые ситхи могут включаться в число этих 18, и поэтому возникают другие объяснения, например, что там 18 означает, например, там 18 сверхспособностей и ситхи, хотя, ну, это редкий вариант, но, может быть, часто говорят, это 8 сверхспособностей вслед за йогой сутрами, но можно их рассчитывать и 18, или, например, что есть 18 чакр, например, тоже, как бы, нетрадиционный взгляд, ну, такой не самый распространенный, ну, вот, значит, вот поэтому ситхи, как бы, связаны с числом 18. Вот, но надо сказать, что в средневековый период это не было такой какой-то однородной группой, потому что, ну, и даже современные ученые, исследователи выделяют такие, как бы, с одной стороны ситхов, которые были больше поэтами, и ситхов, которые были больше алхимиками, больше врачами, ну, вот, скорее так. И, вот, соответственно, те ситхи, которые поэты, их обычно называют няна-ситр, и сегодня мы будем говорить больше о них, вот, их корпус текстов, вот, как раз ситр падаль, песни ситхов, вот, врачи и алхимиков обычно называют кайя-ситр. Ну, то есть, няна-ситр – это ситхи, как бы, связанные с такой, с джиньяной, с мудростью, а кайя-ситр – это ситхи, связанные, наверное, можно перевести, как с телесной трансформацией, то есть, даже телесные ситхи буквально, те, кто добились совершенства телесного. Ну, вот, скорее всего, достаточно сильно пересекались эти два множества, но, и, тем не менее, их имеет смысл отличать. Вот, и вся эта традиция, в основном, датируется 13-18 веками, довольно поздняя, но она имеет, как бы, в такой предтече, в корпус 18 тамистских ситхов относят ситха Тиру Муллера, который автор Тиру Мантера, да, то есть, очень важного, такого, юдического текста, который, скорее всего, более ранний, скорее всего, датирует, обычно, там, 10-11 веками, я об этом чуть позже скажу, вот, а с другой стороны, традиция, как бы, не закрытая, то есть, если мы, допустим, говорим, когда мы говорим о корпусе шиваистских святых нейнаров, что, там, к 12 веку было точно 63, нового нейнара никак нельзя добавить в этот корпус, да, то есть, канон закрыт, да, то здесь до сих пор живут ситхи, вокруг которых образуются местные культы какие-то, вот, это все, то есть, это часть современной жизни, и их как-то интегрируют, вот, в эту, ну, постепенно, вот, в этот корпус 18 ситхов, вот, ну, тем не менее, обычно все-таки говорят, что вот эта старая традиция заканчивается 18 веком, а авторов, которые, вот, ну, каких-то людей более поздних, часто относят, ну, такая группа, вот, есть поэты, как бы, связанные с традицией ситхов, туда относят часто такого очень важного поэта 18 века Тайумановара, Ромолингу с вами, учителя религиозного второй половины 19 века, Супрамане Барате, это такой классик таминской литературы 20 века, про него тоже говорят, что он вдохновлялся идеями ситхов, ну, примерно, как, наверное, Бенгранг Тагуф. Вот, значит, при этом, значит, понятно, значит, дело в том, что таминское слово ситха имеет две интересных этимологии, то есть одна правильная с научным точки зрения от санскритского ситха, то есть, ну, от корна ситха достигать там совершенства, быть успешным, достигать успех совершенный, да, а вторая, как бы, такая народная этимология от слова чит, тоже санскритского, ну, дело в том, что, как бы, в таминском языке эти слова стали аммонимами, да, ситтан, как тот, кто достиг, ну, ситха, и читтан, как тот, кто, как бы, ну, тот, кто связан с сознанием, с читт, вот. Буквально так интересно, что сама традиция сейчас объясняет это двояко, то есть такая двойная этимология, ну, понятно, что, значит, речь идет, ну, в смысле, более-менее правильное понимание, то, что это действительно ситха и, от корня ситх, и, действительно, это те, кто, значит, с помощью духовной практики, там, какой-то садханы, обретает сверхспособности ситхи, это вот однокоренные слова, и, соответственно, достигает бессмертия в собственном теле, трансформирует собственное тело таким образом. Вот, и в этом смысле, ну, мы знаем, что есть разные, ну, разные значения слова ситха в классической литературе, да, и мне нравится, на самом деле, идея, которую вот подвигает Дэвид Уайт, о том, что, в принципе, ситхи, например, в значении, как у падева, да, то, что мы встречаем в пуранической мифологии, да, такие, ну, как бы, полубоги, типа, ну, ганхарвов, там, не знаю, каких-нибудь, да, псар и так далее, и вот там ситхи одни из 18-ти упадев, да, то есть возникает сначала культ вот этих упадев, а потом к нему возникает некая в средние века некая такая очень оригинальная сатериология, которая, в общем, начинает учить о том, что с помощью некоторой сложной егической, ахимической практики, в общем, можно добиться вот этих сверхспособностей и стать ситхом. Стать ситхом вот в этом первом значении, о которых там говорит Вишну Пурану, да, например, которые живут где-то в небесах, значит, их сонну 84 тысячи и бесконечное количество. Человек, в общем, может себя таким образом трансформировать, что он становится ситхом вот в этом первом смысле. И интересно, что, опять же, тамийские ситхи не единственная традиция, которая себя так называет, и, конечно, интересно, как она, на самом деле, связана с другими традициями ситхов в Индии, да, то есть, вот тот же Вайт выделяет пять групп ситхов разных, ну, кстати, некоторые из них можно объединять, ну, значит, ну, явно отдельно надха-ситхи, значит, горокхнатх и так далее, там, этот самый, мать-янтра надха, ну, вот эта группа, значит, бенгальские, буддистские тантрики, которых мы знаем по житиям вот этих 84-х махаситхов, отчетливо другая группа, безусловно, да, средневековые алхимики расы ситхи, вот их как раз исследовал Вайт, он еще выделяет группу отдельно махешвара-ситхи, такие тоже группа ситхов, и таминские ситхи, значит, пять разных групп, но причем они, безусловно, были каким-то образом связаны между собой, например, у тамилов вот есть такие персонажи, как Гороккар, ну, это искаженный Горок, Горокшинак, значит, есть персонаж, которого зовут Мача Муни, это, собственно, Мача Муни, это явно искажение Мачи Эндры, ну, то есть, как бы, какой-то, ну, при этом это тамил язычные авторы, ну, то есть, какая-то связь именно такая, то есть, они вообще принимали часто имена людей, которых они, так сказать, почитали, вот, поэтому, может быть, это какой-то, ну, то есть, чувствовали связь с надхами, вообще исследователи говорят, потому что много общего с надхами было, вот, значит, что интересно, вот, при этом, при том, что тексты 13 века, как датируются, вообще ситхов упоминают в поэзии 7-8 веков в литературе Бхакти, то есть, в каноне шиваидском, таминском шиваидском каноне мы встречаем упоминание ситхов, и это очень интересно, причем в двух значениях, и как, то есть, если в более ранней, до 8 века, до 7-8 века, ситхов нигде мы не видим, то потом они появляются в литературе Бхакти, то есть, задолго, на самом деле, до того, как мы думаем, вот, написанных текстов, и упоминаются в двух значениях, то есть, как вот эти упадевы, ну, вот, я тут привел контекст, в смысле, значит, скажи, это, из Деварма, скажи, почему поселился ты в Кудале, то есть, Мадурай, подобным змеем, сравнивается кудель со змеей, обычно, где боги, донавы, ситхи, ведет хары с ганами, то опять радостно купают тебя в Панчагарье, интересный такой образ, идти в продуктах коровы, значит, ну, это обращение к Шиве, кстати, необычная практика, вот, типичная, вот, таких употреблений очень много, и появляется употребление, где ситхи, и ситхи, и бхакты, через запятую, буквально, перечислено, например, житель темной горы в Кархуде с приятными рощами защищает от всех невзгод, когда склоняются перед ним хакты и ситхи, чья возвышена хвала, примерно такое, вот, причем, никакого антагонизма между ситхами и бхактами на этом этапе нету, при том, что мы по более поздним текстам знаем, что ситхи сильно страдали от того, что их, значит, манускрипты уничтожали, значит, последователя Мишаева и Ситханта, такого более ортодоксального южноиндийского шиваизма, ну, в ранних текстах это вообще ничего нету, для меня немножко загадочная история, потому что, получается, у нас первые ситхи мы датируем 13-м веком, но в корпусе, который мы надежно датируем 7-8-м веком, сама эта группа, о, да, сама эта группа упоминается, я тогда, в общем, немножко, собственно, про тайный язык расскажу, ну, опять же, двойной термин, как бы, в санскрите он санхай, санхья используется, это, значит, намерение, первый вариант, намерение, желание, обещание, санхья, соответственно, хорошее значение соединения, сумерки, как соединение дня и ночи, очень несколько разных вариантов в англоязычной литературе используется, ну, я выбрал здесь как тайный язык, потому что это в смысле, как сумеречный язык, часто используется именно этот термин, хотя, как вот, частично понятный, частично непонятный, так же, как в сумерке, частично вид, частично свет, частично тьма, но, в принципе, в самой традиции это не используется, этот термин, хотя то, что за ним стоит, используется очень активно, вот, Тиру Муллер использует термин шумия самхашина, очень такой, такой пустотный диалог пустотный разговор не очень понятный термин, но у нее есть специальная глава, где он самые свои непонятные стихи собрал в одну кучу и эту главу невозможно прочитать конечно, но на самом деле очень много простых стихов потому что сама эта поэзия очень народная, вот Кудамбе Кудамбе, значит сережка подозреваю, что может быть он был Канбхатом, а может быть и не был пример, да, стихов очень народная такая поэзия, тем кто выпил молока манго и забрался на гору, зачем молоко кокоса значит один из переводов, о женщина с серьгой так переводится, вот этот вот рефрен Кудамбе, зачем молоко кокоса повторяется мангай паль, мунде мали миедиру порке, тенгай паль ели кали кудамбай тенгай паль ели кири вот даже слышно, что это такая песенная очень ритм и действительно значит, как это понять, да, вроде так это немножко абсурдный текст получается но молоко манго это амрита амрита, которая достигается в момент когда, значит, кундалини достигается хасрара чатры, вот это вот мангай паль, да, хотя нельзя так сказать а, извините, мангай, да, нельзя сказать молоко манго по-тамильски это абсурдный текст вот, памбати ситр, да то есть буквально его имя означает заклинатель змеи значит, и весь корпус текстов собственно, обращение к некой змее да, которая вот он в данном случае он ее описывает да чандрую сурью ты укусила в прыжке шанкар это стало украшением мантры ты подчинилась свернулась ты в кольцо кружась, кружась, вечно танцуй змея ну, понятно, есть символизм ну, как бы, наверное, кундалини вот, хотя здесь вот такой двойной смысл чандрую сурью ты укусила в прыжке это еще и раху потому что, как бы, раху в тамильской традиции называется змеей, памбу значит, при этом это еще и еда и пингала потому что у них, соответственно, символизм чандры и сурье шанкарика стала украшением то, что у Шивы, значит, змея в волосах мантры ты подчинилась потому что для ее движения необходимо значит, повторять мантру ну, использовать мантру вот, и при этом, значит, он ее призывает двигаться вот само, собственно, все, что мы про нее ну, как бы, много фольклора о том, как он, собственно, стал во всем, видимо, был профессиональным таким вот укротителем змей, да есть легенда, что он ходил по лесу искал там такую змею с девятью украшениями есть так с девятью драгоценными камнями такая мифологическая змея встретил своего будущего учителя будущий учитель на нее рассмеялся ты ищешь змею в лесу она внутри, сказал ему будущий учитель он проник с этой идеей и после этого, собственно, стал ситхом значит, Ахапей Ситтор следующий пример из него значит очень интересный ситх он все время обращается к кому-то кого он называет Ахапеем что можно перевести как внутренний такой демон но очень интересно, потому что Ахапей это название таких демониц которых у них древняя литературная история вот в упомянутой сегодня Калингото Паране они как раз главные персонажи в древней поэзии они пожирали трупы в современной антропологической каких-то исследованиях пеи очень часто изгоняют во время экзорцизма и это делают как раз современные ситхи ну, ситхавайди соответственно, то есть это вот пеи когда она вселяется в кого-то значит, человек начинает говорить не своим голосом ну и вот в этом ритуальном контексте мы видим такие стихи значит, там не нужно вкушать яду Ахапей чтобы обрести стопу Владыки сердце не смущая Ахапей ничего не говорит то есть, похоже, какие-то такие заклинания которые он использует во время ритуала экзорцизма но они, опять же, про них то есть, во всяком случае, он начинает в них какие-то югические смыслы добавлять и вот такая поэзия у нас получается то есть, они все люди практической профессии не философа вот, и еще был такой Дейкаттар который тоже такой ситх-пастух у него все связано с пастушеским антуражем я считаю, что специально для Олега Ерченкова который здесь, у него поэта, я выбрал значит, ну вот такие стихи то есть, там на самом деле очень интересно там такие пастухи сидят, значит, где-то иногда они танцуют какие-то диалогические у них такие песни и они обсуждают, значит, вопросы тантры, йоги какие-то такие философские дискурсы у них такой достаточно развит ну, такой, как бы ну, вот, например, как это выглядит там, если обратить быка, что зовется умом да, то есть, выбор метафор все связано вот с пастушеской темой ну, ум здесь, это манус манус, то есть о пастух, танцующий танец, тангова ну, тангова здесь не то же самое, что у Шила скорее сего, ну, есть такую танец простнародный считают, что мукд дастик о пастух танцующий танец тангов если погибнет змея, что зовется гневом о пастух танцевующий танец тандова считаешь, что ты уже все сивхи о пастух танцующий танец тандова если умрет, коров Unterland желанием о пастух танцующий танец тандова ты увидишь эти миры и так далее да то есть но причем там они обращаются как бы там каким-то пчелам ну вот такие вот такая абсолютно фольклорная вещь но вот это Санхи Абхаша здесь заключается в том, что это соединение вот этого уровня абсолютно профанного с уровнем эзотерического знания похоже я очень кратко рассказал, потому что тут много о чем можно рассказать, ну сколько у меня еще минут, все? тогда все, спасибо за внимание мне жаль бесконечно, вопрос, пожалуйста все, спасибо большое